всем привет сегодня мы поговорим с вами про ши дух про любовь и наверное самый основной вывод из сегодняшнего урока который мы с вами будем говорить это а мы пойдем за всевышним а мы ему доверяем а мы все-таки даем возможность присут ему присутствовать в нашей жизни или нет я в этот шаббат и прочла очень интересную историю и я сказала все я этой истории должна поделиться вот поэтому всем привет привет мы сегодня с вами разговариваем про ши дух и про любовь и всем привет о том доверяем ли мы всевышнему в нашем выборе и так далее я начну с истории которую прочла и был один парень такое наверняка каждый из нас из вас сейчас вспомнит он такой он любил учиться такой мудреный такой серьезный его заставишь его вообще не заставишь улыбнуться в общем такой ученик ученик такой серьезный серьезный и шатханом свахом да для того чтобы найти ему пару было очень сложно почему потому что он был очень серьезным да ему девушки что договорились смешно и на свидании а он так а он так сидел и типа что ты мне говоришь у меня тора у меня учеба да что ты мне смеешься и значит была проблема этому парню он был действительно хороший красивый там да но не было в нем юмора да не было в нем такой легкости да был такой ученый зубрила скажем так вот и значит ты когда уже последний шатхан сказал я не могу в найти тебе пару ну ну не могу ну шо я тебе юмора придам да не будь таким серьезным значит он сказал не могу найти пару и что делает хасид он идет к рэбе он пошел посовет да потому что рыба так как наставник шо он скажет делать и значит ты он пришел к рэбе и объяснил свою ситуацию это Мэндл с вами со всеми поздоровался всем привет от моего сына и так вот и пришел значит этот наш серьезный парень которому не могут найти шидух не могут найти невесту вот пришел он к рэбе и объяснил всю ситуацию тогда рэбе ему сказал послушай сейчас собери все что тебе нужно вот тебе пять копеек и иди в дорогу и первую невесту которую тебе предложат бери в жены многие из нас скажут что в смысле а если она там какая-то не такая как мы себе представляем да куда я вообще должен за ней идти кого мне предложат как брать жены если у меня нет денег да это просто парень который учился в в ешиве да он знает только тору но при этом на таком уровне что у него спросишь вопрос он тебе 10 вариантов ответов все подытожит да и выберет самый основной вот такой был умный но они могли найти ему невесту вот ну что делать выбора нет хочется жениться до хочется семью и значит он делает то что сказал ему рэбе он берете пять копеек берет паек берет с собой все что нужно и выходит из города идет идет себе и значит когда уже стемнело он доходит до леса видит стоит и какой-то постоялый двор вроде такой приличный но он конечно напрягся подходит ближе видит на двери висит мезуза а значит здесь живут евреи значит уже не так страшно можно здесь остановиться и он значит решил остановиться в этом поставилом дворе и заходит он внутрь а там компашка такая веселая сидят распивают пиво там и орешки да все что все что нужно там пиво шутки такие все шутят и насчет торы да в общем евреи но при этом до шутят вот этот дом он принадлежал одному купцу которого нет было дома у него был такой бизнес у постоялый двор и как такой бар кафе такое маленькое куда сходились или те кто ездили до куда-то купцы какие-то или просто мир рядом живущие местные которым нравилось там проводить время и у него была одна дочка которая работа ну помогала ему когда папы не было она оставалась и заменяла его в этом кафе вот так папы нет и все там сидят шутят и когда шутки уже закончились то не было до какой-то точки прикола над кем пошутить увидели что сбоку сидит какой-то такой еврей слишком за еврейный и начинать начали над ним шутить и один такой подходит к нему скажи пожалуйста что ты тут делаешь он говорит я пришел искать жену он говорит о как аж как тебя сюда занесло ты ты видишь тут одни мужчины сейчас кого ты ищешь мне рыба сказал жениться на первой попавшей которую мне предложат ну и все начали хи хи ха ха смотри какая здесь есть девушка и все показывают ему на дочку хозяина этого заведения он говорит а что она ищет и мужа эта девушка она была тоже решила пошутить да над ним и горит да я ищу мужа он говорит то что ты предлагаешь сейчас жениться на тебе что правда и все ха 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 да правда давай и в общем все настолько начали шутить и прикалываться что зашутились и значит дело дошло до того что действительно сели написали к тубу к туба это брачный договор где мужчина обязуется перед женщиной значит он написал эту к тубу они сделали из цицита такой навес взяли кто на швабру нацепил да на какие-то палки и он стал под хупу вручил ей свою к тубу дает ей 5 копейки говорит этими 5 копейками ты посвящаешься мне в жены ты согласна эта девушка да я согласна и все хи хи ха ха всем смешно но по факту по букве закона что произошло в этом в этом помещении произошла настоящая хупа да потому что к туба была подписана девушка получила эту копейку в качестве кольца которым он ее грубо говоря приобрел в качестве жены и были свидетели до были те кто держал хупу и по сути говоря произошла настоящая хупа все пьяные всем смешно все конечно же хи хи ха ха кто вырубился уже кто спать пошел его выгнали из этого говорят все это мы на тобой поприкалывались все ну тут ну выгнали ладно я подожду здесь возле этого помещения в общем он там уснул утром встает и значит встает от топота копыт что кто-то приехал он видит выбегает его жена из из этого из этой кафешки из этого постояла во двора папа он говорит о папа здравствуйте жена привет у папы глаза на лоб в смысле ты что себе позволяешь как ты разговариваешь со мной как ты разговариваешь с моей дочерью с каких пор вообще моя дочь тебе жена и наши такой и животник да наш этот парень он ему рассказал все события которые произошли ночью дочь говорит папа это было в шутку но папа понимает что его дочь вышла замуж вот так в шутку вышла замуж потому что по букве закона все она его жена были свидетели был акт передачи к тубы был акт принятия вот этой монетки как в качестве кольца да и и все и папа не знает что ему делать и он ему говорит давай мне разводное письмо он требует от этого парня разводное письмо парень говорит какое разводное письмо мне рэп и сказал жениться на первой предложенной мне невесте что я могу сделать я не хочу давать вам письмо разводе я хочу жениться все мне нужна ваша дочь вот и он говорит понимаешь нечего ему делать да говорит я тебе дам 10 рублей 20 рублей разведи с ней он говорит нет не рэп и сказал жениться он говорит так кто твой рэп и поехали и значит решили папа этой девушки жены до нашего парня решил поехать к рэп и в общем разрулить эту всю ситуацию когда они пришли к рэп и он увидел что рыба к этому парню начал такой ты приехал и действительно проявлять такое большое большое уважение да это такой смысле рыба настолько уважительно относятся к этому парню что это за парень и рыба говорит отцу этой девушки игры подожди за дверью пожалуйста я поговорю с моим уважаемым учеником и он остался с ним наедине прослушал версию до о том что произошло он рассказал ну мы ночью до поженились все почему-то смеялись но был акт передачи кто бы в общем он снял всю ситуацию и рыба ему сказал хорошо иди в эту комнату сидит а мы сейчас разберемся пригласил как и отца этой девушки и значит говорит вы понимаете что все произошло по закону то есть они правда женаты уже сделать ничего нельзя он говорит ну можно же их развести правильно можно развести он говорит да можно развести но ты же понимаешь твоя дочь будет уже разведенной до уже будет не тот статус для того чтобы выйти замуж он говорит хорошे на мне не важно разведите меня с этим нищим разведите меня с этим посмотрите на него нет я не хочу такого жениха для моей дочки она не заслужила она заслужила себе там принца такого богатого красивого остатного да посмотрите на него как он выглядит он говорит хорошо папа девушки говорит я согласен дать 100 рублей для того чтобы они развелись и на что рыба ему отвечает нет наш жених согласен только на 1000 рублей он говорит что да это все мое состояние тысячи рублей посмотрите если за пять копеек он взял ее в жены дает то есть это были какие-то деньги а когда здесь говорят о сумме 1000 рублей то это что-то вау он говорит как нет за тысячу рублей развестись и рыба ему говорит я на я обещаю я найду тебе достойного жениха самого лучшего из моих учеников будет у твоей дочки богатый и в общем такой жених который ты хочешь он говорит но это все деньги которые у меня есть он говорит ты слышишь я найду тебе богатого жениха он говорит ну окей все попросил все написали выписал чек все что нужно в общем и значит и говорит рыба после того как он выписал чек все он говорит сейчас я хочу тебя познакомить с очень-очень вообще крутым женихом для твоей дочери это самый лучший мой ученик он вообще в будущем станет раввином потому что в нем есть талант в нем есть разум если тебе некому оставить свое дело он сможет умело до взять на свои руки постоялый двор и сделать все что нужно более того он богатый и сейчас я тебя с ним познакомлю и он зовет из этой комнаты того же парня который и есть жених его дочери с которым он только-только развел ее до тот в шоке такой в смысле что происходит и тогда рыба говорит ему послушай этот человек он самый лучший действительно во всей во всей нашей ешиве во всем нашем местечке и если ты хочешь для своей дочери самого лучшего опирись на меня опирись на всевышнего и ты увидишь что действительно это то что тебе нужно сейчас отведи его в баню причаше его а веди его отведи его к парикмахер да одень ему новые одежды ты увидишь что это то что тебе нужно и действительно после того как его причесали приодели такой парень вышел вы бы видели да и значит когда он приехал к дочери сказать что вот в принципе твой жених ты будешь с ним то он ожидал что его дочина поскольку у них в постоялом дворе всегда было очень много до посетителей и отец так иногда подходить иногда подходил к своей дочери спрашивал а как ты насчет этого думаешь и всегда дочь крутила носом нет 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 но когда к ней привезли ее же мужа на которого там не знаю полдня спустя полдня назад она говорила нет то сейчас она на него так посмотрела он такой ничего такой хороший вроде да и и значит ты стали они жить и действительно друг у друга начали перенимать качество да он у этой девушки она была такая легкая веселая наш парень у нее принял эту легкость и до задорность в этом постоялый двор расширился еще там построили синагогу и все хотели приехать к этому большому раву и все хотели и все приезжали и заведение было не пивнушкой не баром как было раньше она теперь стало таким достойным заведением куда многие хотели приехать чтобы оказать честь этой семье эта девушка переняла серьезность от мужа да они начали дополнять друг друга и эта история может быть не все здесь прям мы правда да это рассказываем и все пишем но посмотрите какая есть суть в этой истории какой стержень часто да вот этот парень он до согласился пойти не зная куда взять себе в жены первую попавшиеся да он просто доверился ко всевышний доверился на всевышнего это же когда у нас с мужем был шидух у нас был шидух по всем канонам до еврейского закона то есть нельзя прикасаться друг другу там встречи определенный промежуток первое время нашего шидуха мы были на связи через шатхани то есть у нас даже не было номеров друг друга и это наверное для многих звучит странно как ты знаешь человека не знаю ты даже не знаешь как он спит как он кушает а вдруг тебя это будет раздражать да то есть какие-то вещи на которые на которые человек не видит он их да и мы вот даже в нашем шидухе с мужем обсуждали насколько для того чтобы выйти на шидух нужно довериться всевышнему да насколько ты говоришь папа я иду за тобой я тебе доверяю я знаю что ты мне плохого не сделать я знаю что ты мне плохого не подсуну что конечно же нужно молиться нужно доверять всевышнему да и мы у нас нужен был такой шидух когда мы доверились при том что мы обсуждали да мы идем вслепую мы правда не знаем этого человека мы знаем только то что нам о нем рассказали мы знаем только там первое да мы знаем только то что мы да можем жить вместе какие-то основы что-то да для для того чтобы начать но любовь она и она и строится да с годами я вот сейчас смотрю до сравниваю то время когда мы только поженились и сейчас я понимаю что мы тогда вообще друг друга не знали да и действительно но с каждым разом любовь укрепляется до благодаря поступкам которые мы делаем друг другу даже благодаря не знаю этим поступкам разговором благодаря каким-то совместным историям да вот и важно вот если кто-то ищет ши дух здесь важно понять что да это выбор вслепую да ты идешь за всевышним но нужно полагаться на него да нужно молиться нужно просить да и нужно принять человека принимать его ты понимаешь что ты это такой же живой человек да и ты понимаешь что что ты его берешь себе мужья или в жены не для того чтобы менять а для того чтобы делать друг друга счастливыми да мы сколько раз можем говорим друг другу мы команда мы семья мы команда чтобы жить в этом мире не знаю для всех против всех чтобы не было вообще в этом мире мы вместе мы команда мы нашли друг друга и мы не должны быть против, мы должны быть вместе, во всем, во всем поддерживать. Да, бывают у нас падения, да, бывает плохое настроение, бывает усталость, что бы ни было, мы команда. Да, вот это, наверно, самый основной принцип семейный, да, мы команда, мы команда, вы команда, вы есть друг у друга, вы выбрали друг друга среди всех. Как повезло вашему мужу, как повезло вашей жене, что вы есть друг у друга, да, как детям повезло с такими родителями, и это важно помнить и говорить друг другу, потому что после таких слов человек, как правило, расцветает, и он начинает вспоминать, что, а, да, я такой, и подражать этому, да. И вот такой у нас сегодня любовненький эфир получился, спасибо всем, кто был, спасибо большое, я очень рада быть полезной, быть с вами, и желаю всем хорошего вечера, вот, всем пока-пока, я желаю каждому найти пару, которая будет дополнять, греть душу, а тех, у кого уже есть семья, то не забывать, что вы самое лучшее, что могло быть друг у друга, говорите в этом друг другу, и пусть будет любовь, мир, дружба в семье, вот, всем пока!